Танное и якостное дорожное покрытие, размеркование транспортного податка и основные ремонтные работы в Гомельской области. Об этом с представниками сродков массовой информации гутерли на предприемстве Гомель-Аблдарбуд. Последняя госдымочная бригада наведала некоторые локации, где дорожные работы идут полным ходом. Ремонт дорог местного значения территории отказности предприемства Гомель-Аблдарбуд. А это 10 115 километров автодорог. Два годы тому на баланс приняли еще 3500 километров в улиц сельских населенных пунктов. Летость была принята Держпрограмма по развитию и утриманию автодорог, различная до 2020 года. Сгодно ее за четыре годы треба отрамонтовать, прикладно, 1400 километров дорожного покрытия. Это бегущий капитальный ремонт, а так само реконструкция. Тут же и ремонт мостов. Летость отрамонтовали четыре, все лето привезти в парадок треба еще пять. Финансуются дорожные работы одразу с некольких крыниц. У их лику областный бюджет и кредит Банка развития, а так само транспортный податок. Йон, до речи, аккумулюется на республиканском узровне и потом размярковывается по регионах. Наприклад, на реализацию названной программы каждый год Гомельской области будет выделяться, прикладно, по 50 миллионов рублей. Пятая частка минавита – транспортный податок. Большое внимание также уделяем улицам сельских населенных пунктов, которые я говорю. Это другая программа. Это финансироваться только за счет местного бюджета. Ну, будем говорить, из трех. Вот мы за два года отремонтировали более 250 километров автомобильных дорог. И где-то, ну, улиц, будем говорить, это автомобильные дороги. И в этом году мы где-то собираемся отремонтировать тоже около 70 километров. Конечно, мы понимаем, что это, будем говорить, ну, недостаточно. Естественно, надо больше. Но мы пока работаем вот в пределах тех, ну, лимитов финансирования, которые у нас существуют. Ну, и стараемся также очень много жалоб, конечно. Поэтому есть еще очень много вопросов, которые мы решаем за счет содержания автомобильных дорог. Те, которые не нужны, большие, будем в предложении. То есть по содержанию мы и ямочность устраняем, и гравийные дороги делаем, и земляные дороги делаем, знаки меняем. То есть вот очень много работы этих выполняем. Ну, естественно, конечно, желается, что хочется пожелать. Ну, конечно, чтобы у нас было больше денег. Филиалы Гомель-Авлдар-Буда так само включились и у рамонт гомельских улиц. Отрамонтовали Волотовскую на пераде улицы Мяш-Аученки. Зараз рамонтуют дорогу и тротуары на улице Жарковского. Менш чем праздва тыни, все работы тут повинны быть завершены. Так само не забываюць и про районы. У Ветковским за 50 километров от Гомеля есть дорога, которая связывает район с Российской Федерацией. На наших варшах на ее укладывали покрытие с битомной эмульсией. И оно в пять раз тонейшее за асфальтобетонное. Разом с тем долговечное и надеянное. Сама по себе простая технология. Здесь ничего не нужно, здесь кроме щебня и эмульсии никаких больше материалов не надо. Поэтому она является ресурсосберегающей технологией. Она и энергосберегающая, благодаря тому, что холодная технология, и ресурсосберегающая, потому что здесь не производится больше никаких дополнительных работ. Ее хватает на долгие годы. Она служит, конечно же, износ есть, как и всех слоев износа на асфальтобетонном покрытии. Но она служит, отслужив свой срок, она является подложкой для последующих слоев износа. Белорусский эмульгатор займае первое место по технологичности сирот аналогичных, импортных и айчинных. Покрытье с его выкористанием, что годы отрымливают около 200 километров дорог Гомельской области. Марина Джалы, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» из Ветковского района.